Продолжаю обрызгать свои цветы от всяких блошек, мошек, тлюшек, черепашек. Потому что в прошлом году было такое, что я позаносила со двора цветы свои, а они потом начали по дому летать. Даже заразили орхидею, черепашками заразилась орхидея какими-то и погибла. Поэтому теперь я обрызгать стараюсь их. Вот я их побрызгала сейчас, потом они у меня постоят во дворе, чтобы немножко выветрились. И потом пойдут они под душ у меня еще. И после душа, потому что во дворе они все равно все пыльные, грязные. Мою горшки еще, мою листики. Вот этот вот я обрезала. У него были две огромные ветки торчали. Маленькая осталась. Роза такая длинная, вымахала розовая, жемчужная. Это моя Глория Дея. Вот эта вот красная роза тоже вымахала больше двух метров. И бутончики там еще у них наверху. Еще будут свистеть. Они у меня цветут до ноября. Это моя петунья. Я ее уже почти все обрезала. Оставила тут немножко на семена цветочков. А вообще я буду ее заносить в дом, обрежу и попробую, чтобы она у меня в доме росла. Это мои суккуленты. Не заношу их тоже пока, потому что как только занесу, сразу перестают свистеть они. Пусть еще побудут. У нас еще тепло. Я еще собираю свой урожай, остатки. Это унаби, китайский финик. Собрала вот такое ведро. Можно сказать, уже последнее. Они уже почти все коричневые. И теперь узнала, что чтобы сделать как зеленые оливки, нужно зеленые унаби. Тут еще мне кризантинки. Розмарин, перец. Все еще, всем еще тепло. Вот укроп. Гортензия розовая. Это шушика яблоня. Яблоко-груша. Тоже жду. Она уже начала сладостей набирать. Черешня уже. Это гортензия, которая не цветет, на разожарела. Кабачки еще есть, которые я в августе сажала. И вот иду посмотреть свой китайский финик. Хватит ли у меня хотя бы зеленых на пару баночек, чтобы сделать зеленые оливки. Ну, вот тут еще что-то валяется чуть-чуть. Ну, пару семисоток, наверное, будет. А может, уже не будет. Ну, хотя бы одну на пробу сделать. Остальные буду делать коричневую. Малина у нас такая еще. Немножечко можно нарвать на компот для запаха. Это ремонтантная малина. Она мне очень нравится. Ну, вот вишня, черешня уже сбрасывает свои листья. Уже посмотрели. Это у нас вот такой цветок. Вот, кстати, куст. Это называется жимолость. Сейчас я еще второй покажу. Жимолость у нас каждый год цветет почему-то. Каждую осень цветет. Ну, только понемножечку. Вот еще тоже зимолость. Тоже два куста. И там еще есть больших побольше два куста. Повыше. Вот видно его чуть-чуть. Сейчас покажу. Это у меня еще розочки цветут. Хризантемы вот-вот расцветут. Это огромные крупные хризантемы. Они теплолюбивые. Тут я выкапываю, уже начала выкапывать розы, которые горшечные. Пересажу в горшок бордюрные. Мелкие розы, они не выдерживают зимы. Болеют. Ни лето, ни зимы не выдерживают. Вот это вот выскочки. Выскочили беленькие. У меня сейчас есть розовые, но они не цветут почему-то. Петуньи. Не буду заносить эти горшки большие. Вот с этой вот махровой возьму черенок, потому что и с нее невозможно взять семена. С нее, даже если возьмешь семена, то получится обычная вот такая петунька дикая. Это у меня начал расти щавель. Жарон не такой был зелененький постоянно. Днем он стоял вялый. Это у меня такая как елочка. Пахнет сладким. И елка одновременно цветет беленькими цветочками. Ну, на этом я прощаюсь. Всем пока-пока. Продолжение следует...